Бессмысленный протест. Так можно охарактеризовать акцию неповиновения в Ярославской колонии номер один, которая прошла во вторник. Отряд осужденных, порядка ста человек из полутора тысяч, отказался идти на ужин, а потом ложиться спать. В причинах демарша несколько часов разбиралась общественная наблюдательная комиссия по правам осужденных. Двое из представителей пообщались с инициаторами акции и пришли к выводу, никаких серьезных причин для такого поведения не было. Заключенные, как выяснилось, не желали ходить строем в столовую и хотели открыть так называемые локальные участки, огороженные забором территории при корпусе общежития. Это режимные требования, обязательные в каждой колонии. Незаконных действий со стороны администрации представители общественной комиссии не выявили. Зачинщики за нарушение режима содержания отправлены в штрафной изолятор. Среди них люди из стран ближнего зарубежья, порядка 10 человек, недавно попавшие в колонию. Реальных причин не было. Мы сейчас поднимаем вопрос, за последние месяцы этого года в колонию было направлено более 300 осужденных из Москвы и Московской области, из других регионов страны. Это армяне, грузины, таджики, те, которые реально плохо говорят по-русски и много его не понимают. Вот как раз это те люди, которые и пытались организовать вот эту голодовку. И администрации было указано о том, чтобы они как можно больше разъяснительно работали. Жалоб и заявлений на нарушение прав мы не сегодня и выявили. Но те рекомендации, которые есть под расширением локальных участков, это они все уже сейчас сделаны. Я думаю, что в течение недели все будет выполнено. Спасибо.